Лидеры Армении и Азербайджана недавно обменялись резкими заявлениями. Камнем преткновения стал вопрос о сообщении между Азербайджаном и Нахичеванью. Баку требует, чтобы грузы и люди передвигались на этом пути без проверок, иначе граница с Арменией не будет открыта в любом другом месте. В Ереване подобная риторика не согласна. Как вы можете прокомментировать это, и не помешает ли такой обмен с резкими заявлениями процессу нормализации между Баку и Ереваном? Это первый вопрос. И второй, в последние дни в СМИ появился целый ряд публикаций возможных чуть ли не прямых переговоров между Россией и Украиной. И более того, Женева называется как площадка, которая могла бы устроить обе стороны. Так ли это? Готова ли Москва к такому сценарию? Спасибо. Насчет армяно-азербайджанского урегулирования. Действительно, в последние дни лидеры Армении и Азербайджана затрагивали в своих публичных комментариях тему установления связи между основной частью Азербайджана и Нахичевани. Причем премьер-министр Пашинян где-то сказал, что Армения категорически против Зангизурского коридора. Про Зангизурский коридор никогда речь не шла в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты президентом Путиным, президентом Алиевым и премьером Пашиняном. В заявлении, которое было подписано 9 ноября 2020 года и которое остановило войну, там было сказано, что разблокируются все экономические и транспортные связи и далее, что Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью в обоих направлениях. А контроль за этим транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Это вот практически цитата из того документа, который в трехстороннем формате был подписан 9 ноября 2020 года. Поэтому как-то... Да, и то, что сказал господин Пашинян, что вот он хочет то ли таких же условий для транзита через Армению, которые будут использоваться при транзите из Азербайджана в Нахичевань через иранскую территорию. Я не увидел здесь какой-то логики, откровенно говоря, едва ли уместно сравнивать эти маршруты. В рамках трехсторонней рабочей группы, которая была создана в 2021 году на уровне вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, было условлено, что при разблокировании всех связей и всех маршрутов, страны, по территории которых любой вот такой разблокированный маршрут проходит, в полной мере сохраняют суверенитет и юрисдикцию над этими маршрутами на своей территории, повторю еще раз. И в трехсторонней рабочей группе еще в мае 2023 года было, вернее в июне, в мае им было поручено, а в июне они договорились на уровне вице-премьеров о том, чтобы возобновить такое сообщение для начала железнодорожным транспортом. Это было согласовано, это потом обсуждалось президентом Путиным в Ереване, когда он там был с визитом и была встреча отдельная с премьером Пашиняном на полях саммита ОДКБ. Я прекрасно помню, как это было встречено весьма и весьма позитивно, но потом куда-то все опять ушло. И мы, конечно, хорошо понимаем, что вот такие откаты от достигнутых договоренностей, это дело, к сожалению, нередкое. И что помешало завершить эти договоренности на бумаге о принципах открытия движения между основным Азербайджаном и Нахичфани, я не знаю. Но мы только хорошо знаем, что добрые советы западных друзей всегда присутствуют на Южном Кавказе, и эти советы порой воспринимаются тем или иным участником процесса. Но то, что советы Запада нацелены всегда не на нахождение договоренности между странами региона на основе баланса их интересов, а на продвижение своих геополитических задач, это тоже всем прекрасно известно. И я убежден, что альтернативы возобновлению такого сообщения не существует. Его параметры закреплены в трехсторонней договоренности, проходит маршрут по суверенной территории Армении под контролем пограничной службы ФСБ России. Там же были согласованы в принципиальном плане и процедуры пограничного и таможенного контроля на входе в Армению из Азербайджана и на выходе из Армении в Азербайджанский Нахичин.